Добрый день! Сегодня у нас в гостях руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров. Сергей Владимирович, наш с Вами разговор фактически завершает Ваш двухдневный визит в Ульяновск. Чем был вызван этот визит? А что Вы делали эти два дня? Вы знаете, очень интересное и динамичное событие здесь произошло. Помимо Вашего Ульяновского форума, что сделано в Ульяновске, мы провели второй уже такой семинар съезд всех институтов развития органов власти ПФО на тему реализации поручения президента о так называемых целевых моделях. То есть, это целевые модели, которые меряют состояние инвестиционной привлекательности в регионах. Дело вот в чем. Есть такой независимый международный рейтинг, называется «Дуин бизнес». И Россия за последние годы поднялась со 120-го места на 40-ое. И стоят амбициозные планы подняться еще на 20-е место. Что меряет этот рейтинг? Рейтинг меряет усилия органов власти по улучшению инвестиционного климата. И вот были разработаны так называемые целевые модели, где были обозначены конкретные результаты, сроки, итоги вот такой деятельности для всех регионов страны. И мы вот эти два дня разбирали две эти модели. Одна – это поддержка малого и среднего бизнеса, и вторая модель – это эффективность обратной связи органов власти и инвесторов. То есть, два фактора, без которых инвестиционная привлекательность эффективно невозможна. Почему это обсуждение прошло именно в нашем городе? Вы знаете, потому что Ульяновск показывает по этим двум моделям потрясающую, я бы сказал, динамику. Дело в том, что, например, многофункциональный центр для бизнеса, если мы говорим о поддержке МСП, то такое есть далеко не везде. И такого качества и класса центр, что многие регионы приезжают уже учиться смотреть, то есть, а как открыть. Почему? Потому что, например, есть некий принцип одного окна. Приходит, например, предприниматель, у него масса вопросов, он обращается в окно в стандартном МФЦ, а девушка, она не может быть компетентна во всех делах сразу. Поэтому она говорит, читайте бумаги, идите туда-то еще, и, соответственно, этим все кончается. А здесь, когда все вместе консультируют предпринимателя, когда много вопросов сразу снимается, это здорово, это хороший опыт. Второй момент, что только за 16-й год более 7 тысяч новых компаний открылось в Ульяновске, и по информации людей ответственных, столько же компаний воспользовались мерами поддержки. То есть, мерами поддержки, будь то налоговые каникулы и прочие вещи, это тоже хорошее проработанное направление Ульяновского региона. Поэтому было интересно послушать об этом. Плюс, вы знаете, нам очень импонирует позиция губернатора относительно его открытости, диалога. То есть, постоянно на разных уровнях идет диалог с инвесторами, с предпринимательством, с малым бизнесом. Это тоже целевая модель, то есть, обратная связь. Поэтому здесь, скорее, Ульяновск выступал в роли, ну, как вам сказать, такого, не то что образцово-показательного, но, по крайней мере, такого серьезного эксперта, у которого другим регионам есть чем поучиться. А скажите, пожалуйста, а почему в совещании приняли участие представители только 8 субъектов округа? Ну, не все смогли приехать, то есть, по ряду причин. В прошлый раз, когда мы проводили, у нас не было только при одного субъекта, в следующий раз тоже будет очевидна какая-то динамика. Ну, нам кажется, что обмен опытом такой, и когда люди действительно не просто формально какие-то доклады делают, а когда они рассказывают о практиках, о реальных проблемах, вот то, что на этом пути, масса же подводных камней, начиная от несоответствия с законодательством и заканчивая прочими. Это очень полезно. Поэтому мы за такой вот публичной встречи. А довольны ли вы результатами вот этой двухдневной работы? Безусловно, безусловно. У нас появился кейс таких предложений, люди обменялись опытом, реакции в социальных сетях позитивные, мы на это тоже очень смотрим. И я думаю, что такой формат будет продолжен. А как в целом, а идет о внедрении вот этих 12 целевых моделей обстания? А какие сложности, а какие ближайшие перспективы у этого движения? Вы знаете, сложность одна, сроки. То есть, по сути, год. Год, за который должно быть с нуля составлены вот эти вот дорожные карты, уже внедрены. Понятно, что эта работа будет продолжаться и дальше. Но для органов власти, у которых, например, нерешенный вопрос каких-то нормативного регулирования, это вызывает сложности. Приведу пример. Вот, например, значит, Ульяновская область на всю Россию позиционируется как регион, где сильно отработана тема контрольно-надзорной деятельности. То есть, здесь некий прорыв произошел в плане, вот вы знаете, рискоориентированного подхода и прочее. Значит, рискоориентированный подход – это один из параметров, по которому надо до конца года показать уже конкретные результаты какие-то. Но вы сделали очень большой задел до этого, то есть, уже опробовали рискоориентированный подход, уже имели какой-то некий, ну, некие практики, да, то есть, ошибки. Где-то это нереально, где-то вот в строительном надзоре сегодня обсуждали. Это очень сложно там, ну, исполнимо там и так далее. Но другие субъекты, где вообще этого не происходило, и, представьте, им сейчас с нуля надо до конца года сделать, дать результат по рискоориентированному подходу. Поэтому телефоны раскалились у некоторых госслужащих ульяновских, в котором коллеги просто набирают и спрашивают, а что нам делать конкретно, вы нам можете объяснить. То есть, здесь идет некое равнение на тех, кто уже на полкорпуса вперед. Да, есть отдельные моменты, связанные, например, с выполнением поручений, которые есть сейчас. То есть, есть некоторые там по срокам, уже кто-то обошел Ульяновскую область, там Мордовия, по некоторым показателям, там другие субъекты чуть впереди. Но я думаю, что сейчас все выровняется, и мы видим мониторинг, у нас есть возможность наблюдать эту динамику во всех регионах ПФО, можем сравнивать. Но мы видим, что действительно Ульяновская область очень большой задел. Если взять, ну, давайте максимально масштабно, если взять Астану, Астану, А в целом, а какие модели внедряются наиболее сложных, а наиболее тяжело. Ну, наиболее сложные, это, конечно, вот как раз контроль надзорной деятельности. Потому что, ведь одно дело, смотрите, значит, наша задача какая? То есть, уменьшить количество согласований, проверок, административных процедур и прочее. Это наша задача. С другой стороны, в этом процессе участвует очень много органов, контроль надзорных органов, и у них их KPI, то есть, их результаты часто связаны, наоборот, с количеством проверок. Поэтому вот все, что есть сейчас положительно по контролю надзору, это договоренности на местном уровне и на региональном. Там, где вот все субъекты понимают друг друга, есть хороший диалог, там есть совместная работа по снижению количества проверок, там, где диалога нету, то там получается история про лебед, рак и щуку, когда каждый выполняет свой KPI и в разные стороны летят, едут, плывут. Вот такая приблизительная ситуация. Спасибо. И, наверное, последнее, Сергей Владимирович. Не так давно агентство стратегических инициатив попрезентовало онлайн-библиотеку «Магазин верных решений». Вот что это такое и может ли отдельно взятый регион, ну вот Ульяновская область, а использовать этот опыт на своем, на областном уровне? Да, совершенно верно. Это серьезный очень проект, который был показан на международной форме в Сочи, в проекте есть некие решения, то есть уже какие-то практики, существующие практики, будь то муниципальные практики, региональные, там, органов власти совместно с бизнесом, социально-экономические, то есть которые не просто дают какие-то прибытки, но они еще несут большой там социальный эффект. Эти практики помещаются в одно место, и там все регионы могут учиться друг у друга, ну например, я хочу взять там практику, скажем, по малому бизнесу, я захожу в этот магазин, значит, ага, кто это сделал, например, Ульяновскую область, то есть я понимаю, с кем мне связаться, я понимаю, как это работает, описана механика, и вот такой большой, вот этот, как бы, ну как такая кладезь, вот эта практика, она на федеральном уровне сейчас формируется, поэтому эти практики подаются на конкурс социально-экономических практик, они оцениваются, и это докладывается первым лицам государства об этом, поэтому сейчас мы находимся в стадии, так как проект запущен недавно, мы находимся в стадии подписания договоров о сотрудничестве, и мы надеемся, что с Ульяновской область такой договор мы подпишем в ближайшее время, и у региона действительно много практик, которым есть чему поучиться другим, поэтому здесь мы рассчитываем, что не просто регион увидит что-то у других людей, но так как он уже сделал много, например, то же самое, то, что мы с вами говорили, по рискоориентированному подходу, да, это своего рода там практика очень хорошая, таким образом мы рассчитываем, что будет, поискать, развитие регионов, которые будут учиться друг у друга, у нас, к сожалению, в России нету культуры, ну не то, что нету, да, слабые культуры сотрудничества между регионами, есть культура конкуренции, когда кто быстрее добежит, кто получит вымпел, там, переходящие знамя, там, и так далее, соцсоревнования, а сотрудничество, и вот такие вот инструменты, они учат нас всех работать вместе, учиться друг у друга сотрудничать и развивать страну. Что ж, спасибо большое, успехов вам и удачи. Спасибо вам.